Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Игнатий Тихонович, вы что-то говорили про Максима Степаненко, когда мы садились за стол. Почему вы про него сказали? Он что-то вас спрашивал? А что же он меня спрашивал-то? А, он спрашивал, что местный митрополит обо мне говорил. Надо посмотреть, где. Вот он здесь. Ты прочитай. А я увижу. Так, читай, вот что он пишет. Это у него, что интересно, сайт к истине, только буква К отворванная. А у меня вместе. Пишет. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Вы можете выслать копию письма митрополита Сергия редактору Русской Народной Линии Степанову? Степанову. Ну, может, Степанову. Степанову. 16 мая 2016 года. Так, ну я ему говорю с Благовещеным. И вот посылаю. Вот ты его, видишь как, прочитай, что он пишет. Главному редактору. Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, Алтайская Метрополия, Православная Религиозная Организация, Барнаульская Епархия. Ну и дальше. Так, главному редактору Русской Народной Линии Степанову А.Д. Анатолий Дмитриевич. Уважаемый Анатолий Дмитриевич, в ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с Православной Церковью через Барнаульскую Епархию, как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Под церковным судом не состоит. Как обыкновенный гражданин он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. С уважением, Сергий, митрополит Барнаульский-Алтайский, глава Алтайской митрополии. Я его послал и говорю, получили? Получили. А он говорит. Благодарю, получил. И вам радости в эти праздники. Опубликовал тут. И показывает два места где-то. Ну вот можно посмотреть, что он там опубликовал-то. Для меня это тоже новинка. Но мы будем считать сейчас. Ознакомимся. Вот он как выглядит. Интересный у него заголовок. Что он пишет? Чем неинтересен Игнатий Лапкин и почему его убьют, если не образумится? Часть вторая. Чем неинтересен Игнатий Тихонович Лапкин? Вот понимаете, вопрос-то как стоит. Почему его убьют, если не образумится? Я сразу стал смотреть, про что он будет говорить. Он говорит-то не о бороде, а о моей деятельности. То есть образумится, если я не отстану от того, что делаю, то меня убьют. А кто убьет? А кто больше всего нападает? То есть патриаршие. Он абсолютно правильно говорит. Мне угрожали, притом не раз они. Если я не отстану, то что я делаю? А что я делаю? Дальше он пишет. Считай. Я не знаю, там видно, не дует. Вторая статья. В защиту и облегчение Игнатия Тихоновича Лапкина. Чем неинтересен Игнатий Тихонович Лапкин? Вот я сижу. Все тут написано внизу. Игнатий Тихонович Лапкин в своем однокомнатном доме потеряевки. Предельно простая обстановка. И постоянный рабочий беспорядок. Абсолютно правильно. Совсем согласен. Фотографии какие чистые, это РИО новости. РИО новости это российский информационный агент, который к нам приезжает все время. Ну и дальше. Данная статья и все последующие материалы являются дополнением к данному разговору. Что тут написано? Максим Степаненко. Чем неинтересен Игнатий Лапкин? А это что тут я сижу? Это Рой, да. Ага. И кошка рыжая. Ну сижу точно так, кошка заскочила. А что тут, интересно, этот ролик, может, ткнуть можно. Ну-ка давай, посмотрим, что тут есть. Так, ну что, меня видно нормально? Маленько, чуть подальше, а то только полголовы видать. А, так это я с ним разговаривал. Это с ним наши разговоры, а дальше вот фотографии сидим мы. На крылечке тут, около крылечка беседуем. Ну и дальше он пишет, чем интересен. Чем неинтересен Игнатий Тихонович Лапкин? Исповедник веры, отсидевший в советское время четыре раза в СИЗО и один раз в колонии. С его удивительной биографией этого периода можно ознакомиться в книге «Для слова Божьего нет уз». СИЗО и колонии умудрялся не только по много часов молиться, читать священное писание, но и проповедовать заключенным и охранникам. Достойный опыт пребывания в узлах весьма будет полезен для христиан последних времен. Абсолютно правильно. Вот эти, которые недруги нападают, они ничего не видят. Я разговаривал со священниками, патриотами. Там Саша Огородникова, Зоя Крахмальникова, там Глеб Якуниный где-то. Было у вас такое? Даже они не слышали такого. Не слышали. Каждый день с 8 до 10 я проповедовал в камерах. Приходили охранники, открывали двери и слушали. Огромные камеры. Вот так. И тут вот эта фотография меня ведут из зала суда. А зал суда вот прям рядом. Теперь музей истории и искусства рядом находится. Вот этого охранника, он маленько заикается. Ну, как старшина у них. И пистолет у него тут есть. А там цветы летят. Еще он пишет дальше. После суда в 1986 году арестован 9 января 1986 года. Приговор суда 10 июля 1986 года. Приговорен за критику советского режима. Распространение антисоветских и православных книг в аудиоформате. К 2 годам и 6 месяцам исправительно-трудовой колонии общего режима. Статья 191. 191. УК РСФСР. Уголовный кодекс Российской Федерации. РСФСР. Друзья и сочувствующие верующие кидают цветы. Освобожден по Горбачевской амнистии 25 марта 1987 года. Все правильно. Человек с большой ревностью о вере и ее чистоте. Вышел из семьи старообрядцев без поповцев. Потом обратился к православию. От юности с его слов избежал смертных пороков. Проповедник и миссионер с большим опытом лекторской работы и миссионерских акций. Тысячи выступлений в вузах, различных государственных учреждениях, правоохранительных органах, тюрьмах. Миссионер, который смог организовать неоднократные миссионерские поездки через всю Россию и Европу. Про бесчетные миссионерские проповеди на улице. Раздачу Евангелий и говорить не приходится. Аскет. Ну как не приходится? Даже он говорит, это так само собой понятно. Только в окрестности Потеряевки, в селах, мы раздали больше 30 тысяч Евангелий и Новых Заветов. Заходя в каждую квартиру. Бесплатно, конечно. Так, Аскет. По примеру царя Давида, семикратным в день проставляю тебя за суды правды твоей. Псалом 118.64 Семикратно встает на молитву в течение дня. Полвека не ест мяса, особенно чураются свинины. Не пьет алкоголь, чай, кофе, для того, чтобы не подать соблазнам мусульманам и различным сектантам. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. 1 Кориффина 8.13 Спит не более 5 часов в сутки. Часто и того меньше. По молодости, бывало, он урезал сон до 2-3 часов. Жена уже давно живет в другой половине дома с отдельным ходом, предельно скромно. Точнее, как сущий бомж. Это про меня он говорит. Одевается и живет в весьма скромных условиях. При этом и немалые пожертвования тратит на помощь нуждающимся. Миссию, организацию ежегодного летнего детского православного лагеря и развития деревни Потеряевка. И здесь вот благодарственное письмо пришло из Томской епархии. Что тут написано? Сердечно благодарю настоятеля и прихожан храма священномученика Анфимоника Медийского деревни Потеряевка Алтайского края за участие в восстановлении после пожара Успенского храма Пресвятой Богородицы поселок Лоскутова Томской епархии. Архиепископ Томский и Асиновский Ростислав. Вот видите, какая грамота. Он подписывает что? Благодарственное письмо Потеряевской общине от архиепископа Томского и Асиновского Ростислава. А какого числа тут? 1 сентября 2009 год. Ну вот, и дальше. 1 сентября 2009 год. Нормы выработки, работал на стройке, после работы клал печи и тому подобное. Ну у меня 280-300% было. Даже говорится. Вот так. Ну и тут он снова приводит это. Так. Так, это же. Степанов, да? Ответ митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия Иванникова, главному редактору портала «Русская народная линия» Антонию Степанову, а Игнатия Лапкини, если бы все наши архипастыри защищали своих, как этот митрополит, чужих. Ты не заглатывай окончание слов-то. Этот защищает чужих, а не своих чужих. То есть мы не относимся конкретно к этому митрополиту-то. И он специально говорит, а его свои там убивали. Вот пишут-то как. Видно, что человек владеет словом. Человек большой эрудиции, ума и памяти, наизусть знает значительные отрывки священописания с указанием главы стихов, а также творения святых отцов. Апологет с положительным опытом обращения людей из сект, жизни, маловерии и грехах. Под его влиянием обратилось немало сектантов, а некоторые даже стали православными священниками. То есть если я наткнусь сейчас, то на них и выйдет как раз. Человек с полувековым, точнее 44 года, опытом организации детского православного трудового лагеря. Православных? Восвязательный знак ставит. То есть от этого удивительно. Кто хоть раз организовал детский лагерь, даже на неделю, понимает, какое напряжение и они организаторские таланты это требуют. Его лагерь с первых лет, обозначенный как православный, начал действовать еще в советские времена. И несмотря на титанические усилия власти и СМИ, и в советское время, и при нашей, кавычка, демократии, лагерь до сих пор не был закрыт и запрещен. Не был закрыт и запрещен. То есть я в прошлом году, уже 45 лет, я его ликвидировал, в другом формате будут дети отдыхать. Видишь, что он подписан тут? Игнатий Лапкин в детском православном трудовом лагерестане в Потеряевке. Видишь как? И вот как взяли какую... Вечерняя молитва с детьми после костра Потеряевки. О, картина вообще чудесная. Какое небо выстретилось. Он сам там был. Дальше. Педагог с интересным, заслуживающим вниманием, педагогическим опытом воспитания детей, в том числе, девиантным поведением. Оно это... это... преступники будущие. Да. Написал почти 40 томов книг. В основном это советы, ответы на многочисленные вопросы, задаваемые людьми во время его лекции в вузах и тому подобное. А также это его проповеди, стихи. Написал симфонию на жития святых, симфонию на каноны православной церкви, симфонию на неканонические книги Ветхого Завета. Смог найти денег и издать эти книги, что тоже немаловажный факт. Ох, издать, сколько это труда. Больше 30 тысяч часов я провел за компьютером за 9 лет. Это у меня 38 книг, которые вышли, еще 7. Это 44 книги. 4 тома стихов по 800 страниц. Каждая вот эта 752 страницы, все книги. Все сшитые. Сшитые. На осветной бумаге. И в каждой 64 страницы цветных фотографий на мелованной бумаге. Это в твердом переплете, которая. Так, книги Игнатия Тихоновича Лапкина. На переднем плане, в красном переплете, издание Нового Завета с толкованиями Феофилакта Болгарского. Издание оформлено сотнями гравюр Геставадере, выполненными в цвете. Правильно, все правильно пишут. Удивительно. Чтобы вот так все правильно писали, это, ну, редкость. Создал два сайта и популярный видеоканал. Его видеобеседы в десятки раз более интересны людям, чем проповеди и беседы многих священников. И даже митрополитов. И уж тем более видеобеседы куда более интересны, чем видеопроповеди и евангельские беседы его критиков. А, так вот, вообще, как говорит. Ну, вот он сказал, да, больше. Я маленько сейчас гляну здесь, потом туда вернусь назад. Вот. Сколько у нас здесь подписчиков? 6 тысяч 677. Посещений. 5 миллион на 919 тысяч 501. Ну, видите как. На 919. Вот маленько приходят люди. Дальше. Он показывает православный сайт. Это вообще удивительно, что можно ткнуть и сразу перейти на сайт. Вообще чудесно. Да, значит, ссылки на сайт идут потом. Конечно, говорю, все это сделано и делается не без помощи друзей и единомышленников. У нас, мы как-то день сайта отмечали, где-то 12 человек только коллектив, администрация, модераторы. Кто-то оплачивает, кто-то помогали. Ну, все это. Потому что очень и очень большие материалы. Все эти книги надо было оцифровать. Вопросы. Там, которые до этого были беседы. Вообще не выскажешь даже. Сколько. Стоял у истоков восстановления деревни, потерявкой двух православных общин, живущих определенным религиозно-аскетическим укладом жизни. В общинах братьев Лапкиных, их окормляет протеерий и Аким, сложился уклад, который не может не привлекать внимание христиан, ревнующих о благочестии, верности былым православным традициям и канонам. Да нигде в храмах-то этого нету. Фотографии братья Иакима и Игнатия Лапкины. Видите, фотографии какие. Взрослые люди, желающие креститься, проходят оглашение около трех лет. При этом они обязаны прослушать более 500 часов огласительных бесед, присутствовать все это время на литургии оглашенных и после соответствующего возгласа покинуть храм. Крещение происходит только после того, как человек пройдет указанное оглашение, затем испытание своей веры и получит рекомендации от приходского совета. Крестят раз в год. Рекомендацию мы даем. Голосуем 10 человек, кроме приходских два совета. И даем батюшке. А батюшка самовластно сам решает, принять не принять. Но, как правило, он к нам прислушивается. И было такое, она же вам сказала, что Сделайте, как же напишите отдельно, не советуюсь друг с другом. Ну и мы, я их отпустил, не стали обслуга работать, ушли в степь и потом принесли к батюшке. Результат тот же самый. И он эту студентку не допустил. Она на следующий год крестилась, и как она благодарила Бога, что в прошлом году ее не допустили. Я была, говорит, не готова. Крестят раз в год, потеряя в кетроекратном полном погружении. Вот, в первую очередь, там о чем говорилось. Литургия, 500 часов где, у кого где-то есть, ну скажите, я не знаю. Но думаю, что нигде нету. Не только здесь и за границей. Я много ездил, знаю. Нету. Совершенно нету. Кого там? 5 часов-то нету. Не 50 нету, а это 500. Ну вдумайтесь в это. Это означает по часу, и то только 365 будет. Это уходит, ну минимум полтора года по одному часу с выходными вместе заниматься. Дальше. Так. Крещение происходит только после того, как человек пройдет указанное оглашение. Полное погружение. После литургии, где оглашенные стоят в храме только до возгласа оглашенной из Эдити, вся община идет крестным ходом до пруда, где под общую молитву и радость люди принимают крещение. Вот теперь о чем он говорит, если Игнатий не изменится. То есть, чтобы меня они не убили, патриарши, а я им пишу, я не должен теперь заботиться о крещении полным погружением. Я теперь рассматриваю слова. Что значит, если Игнатий не изменится, не вразумится? А что вразумится? Это мне обвинения-то никакого нету. Обвинения только вот то, что он есть. Я так понимаю, он-то не в обвинения ставит, но он говорит абсолютно правильно. Они меня люто ненавидят. Люто ненавидят. Патриарши. Потому что я письма пишу, я архиереем и священником, тем более сейчас выходим, ну если 5, почти 6 миллионов просмотров, это значит кого-то касается. И все время новые души приходят. Выписывают книги вот эти. Только вот в Испанию отправили. Католическая семья пришла. Сейчас вот отправили, полностью дошло в Италию. В Америку. Да это в Австралию посылали книги. Я уж не говорю, там центр Европы, это вообще. И в Германии, и во Франции, и везде книги есть эти. И далее. Братья Лапкины полагают, что если крещение было совершено кроплением или мочением, нарушение древней святоотеческой нормы у троекратного полного погружения, да еще и за мзду, типа пожертвования, то такое крещение нужно воспринимать как несовершившееся. И таковых людей нужно крестить правильно. К слову сказать, такого же мнения придерживается и святитель Лука Война-Яснецкий. Абсолютно правильно пишет. Так, увещание правильным и достойным совершением величайшего и святейшего таинства крещения из официальных архиерейских указов святитель Лука Война-Яснецкий. Время крещения взрослых, которые происходят раз в году в пруду, около деревни Потерявка присутствует и молится вся община. Абсолютно правильно. Крещение протеерий Эким Лапкин совершает только полным троекратным погружением. Вот он в воде батюшка стоит, вот люди стоят наши, приехали. Дальше. Могу с горечью констатировать, какой радости. Торжества и переживания лишили и лишают до сих пор священника Русской Православной Церкви кавычка крещениями русских кроплением. Втихую, без участия всей общины, без оглашения испытания веры. Ну, понимаю, он видел, видел святы. Обнимали его, целовали. Он это все видел и пишет. Если не вразумится, Игнатий, ему грозит смерть. Особенно за это крещение. Прямо угрозы были, смертельные угрозы. Он абсолютно правильно говорит. Не то, что он там обгрожает. Это не он. Он говорит, отчего я должен вразумиться? О том, что пишет. Вразумиться и делать, как все. На приходах нет никакой мзды за совершение таинств и треб. Все прихожане обязаны платить десятину. Все. Десятина Божья. А торговля от кого? Даже свечи они делают сами и ставят бесплатно каждый по своему усмотрению. Да. Впрочем, Десятина делает бессмысленно глупое при наличии электрического освещения копчение храма свечами. Торговля свечами не является источником дохода священника. Не является. У нас ни одной копейки нету. И с орелкой не ходит. У нас нигде нет. И ни за таинство, ни за требования. Нигде никак. Ну, не считая, что он овечек держит, привозит там кто-то молоко, кто-то мясо. Строго соблюдаются канонические прещения, епитемии к согрешившим. Например, согрешивший блудом, убивший абортами детей, отлучается от причастия на 10 лет, второбрачный на год и так далее. Видите как. То есть, согласно канону все это дело-то. Второбрачный у нас на 2 года, а троебрачный на 5 лет. Четвертого брака нету. Как одеты. Ну, пускай они просто посмотрят. И не где-то это... У старобрядцев это на незамужемой полголовы открыто. У нас этого нет. И вот он сам стоит, вот черный. Это как раз Максим Валерьевич Степаненко. Дальше. На литургии в храме инфименника Медийского в село Селепотеряевка. Дальше. Есть строгие требования к внешнему виду. Мужчинам запрещается бриться и даже подстригать бороду. Даже. Все обязаны быть подпоясными женщины и девочки в двойных платках, полностью закрывающих волоса. В длинных юбках чайподол не должен быть выше 10 сантиметров от пола. Абсолютно правильно. Верующие обязаны собираться как минимум за 7 минут до начала богослужения. После чего все 7 минут стоит молча, готовясь к молитве. Ходить и разговаривать во время богослужения запрещено. Мужчины стоят на правой половине, женщины на левой половине храма. Еще он пишет, что в любой храм зайди, этого ничего нету. Ничего нету. Игнатий, если не уразумится, то его за результату убьют. Мы-то, потому что на фоне того, что у нас есть, они никто. Просто улица, шатание идет. Вот как надо понимать его слова дальше. Лично видел, как стоят взрослые и дети в храме. Лично видел, был. Это невероятно. Но дети от мала до велика, и местные потеряевские, и дети из детского лагеря выставили молча, стоя на одном месте, все вечерние и субботния богослужения. Да. В сравнении с этим, поведение взрослых и детей в наших храмах, в кавычках, мирового оплота православия, это бесчинное хождение зверей со своими детенышами по загону в зоопарке. Спасибо. Ну, абсолютно правильно пишется. Вот в чем дело-то. Про то, что основная масса детей и младенцев приводится родителями за пять минут до начала причастия. Про то, что поповские дети во время чтения Евангелия и Хероимского играют в снежки на улице, могут только плакать. То есть у них дети в храме не бывают, а за пять минут до причастия принесли, и все. Но у нас-то грудной ребенок, и он тут всю службу. В другой день на литургии по Теряевке стояла с самого начала мать с грудным младенцем на руках. Этот младенец только один раз пискнул на две секунды. На две секунды. Как они зомбируют детей, не понимаю. Вот несмотря на то, что пишут, у него юмора сколько. Это не старобрядец. И делают это все люди, думается мне, потому что имеют страх Божий. Да. Начало мудрости страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Это притча 1.7. А, ну, псунг 110. Дальше. Начало премудрости боятся Бога, и в верном она образуется вместе в очреве. Серахов 1.15. Начало большой верности Богу начинается в верности в малом. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом неверен и во многом. Это что у нас? Это что у нас? Это кто? Митрополит здесь? Да. Митрополит Сергий. Вот смотрите как. Это вот приезды в Синем. Это хористы приехали. Сразу переоделись. По-нашему такие же подолы. Все, их надели. Все. У меня как-то спрашивали. Говорят, у вас если женщина в брюках, вы выводите? Я говорю, никогда. А как? Я говорю, да мы их не запускаем. Мы их переоденем наружу еще. Вот смотри, как все у нас сделано. Дальше. Фотография называется «Митрополит Барнаульский Сергий Иваника в общине Потеряевки». Только в 15-м году он служил по литургии Потеряевки, точнее в кавычках, с сектантами и еретиками два раза в мае и в сентябре. Если мы еретики, он служил, его надо немедленно же запрещать служение. Каноны такие бьют. Вместо проповеди священника часто читается святитель Иоанн Златоуст и иногда другие отцы церкви. Да. После окончания воскресной литургии практически все собираются для чтения Евангелия или апостольских посланий с последующим толкованием блаженного Феофилакта Болгарского. Конечно, свое слово оставляет Игнатий Лапкин. Вот и Володя сидит, Виктор, то есть Сергей, наверное. Да, подписано. После литургии община изучает священное писание и толкование Феофилакта Болгарского. И дальше. Не только те, кто пропускает богослужение, ну и опаздывающие, обязаны писать объяснительную. Да. Такого где есть? Вот если Игнатий не перестанет, за что его убьют, если невразумится? А у них ничего нет. Заходит, выходит, никто не знает. По моему мнению, общины братьев Лапкиных в своем укладе жизни и богослужения наиболее полностью соответствуют тому порядку, который, могу предположить, имел место в период наивысшего литургического, богословского, канонического, проповеднического и миссионерского развития православной церкви времена Василия Великого и Иоанна Златоуста. Ну, как говорит. А что это стоит? Вот, то есть, мы это и ставили в задачу вернуться к первоистоку. Потому что, я знаю канонические правила, 719, из них 413, то есть 57% нарушаются ежедневно, умышленно, среднеправленно. А у вас, я говорю, ни одного, они подкапываются, у вас мощи там. Чего вы мощи-то ищете-то? Мощи где надо, там они и есть, в антиминстве. Не мало того, что Лапкиным делалось и делается, мною много еще не ведомо и не упомянуто. Впрочем, уже этого достаточно, чтобы у читателей сложилась полная картина о талантах и, самое главное, о делах этого проповедника. Ну, кто-то говорил, Максим его, Игнатия там, он был, он его обличает, он его клеймит. Ничего этого нету. Ну, говорит, человек, еще, я могу только аминь, аминь, говорить ему и молиться. Я молюсь за него, как за Ганимова. Его как там гнали-то все эти, кусали-то, но он не очень-то им по зубам-то. Дальше. Для меня очевидно, что на нем рука Божия. Вот это похвала Богу. Дальше. Не знаю еще таких людей, обладающих такой совокупностью талантов. Не знаю священников, преподавателей Томской духовной семинарии, которые умеют делать и делать хотя бы 20% от того, что делал и делает Игнатий Тихонович Лапкин. Для меня он человек, у которого можно и нужно учиться. Полностью согласен с мнением протодиакона Андрея Кураева. Вот, диакон Андрея Кураева и Игнатия Лапкина. Ну, это нажать тогда прослушать можно. Зайдите на этот к истине. Дальше. Не удивлен я искреннему братскому прощанию митрополита Барнаульского и Алтайского Сергея Иванникова с Игнатием Лапкиным. Запись от 16 сентября 2015 года. Братское прощание митрополита Сергея Иванникова. Обнимает, целует. Где-то пройдет маленькое время и опять обнимает, целует. И просит в храме, скажите проповедь. В этот же день меня причащает. А которые, это разные, а остальные, которые никогда не были, они говорят несоответствие того, чего не было. Я всегда оглядываюсь, о ком они говорят. Совершенно меня не касается. Я знаю, что если бы за мной что-то счистилось, они бы зачем придумали дальше. Обличитель. Вы думаете, что он обличает только наших попов и архиереев? Он обличает каждого слушающего его, и прежде всего меня самого. Ибо слушает его мои уши. Читает его книги «Мои глаза». О, как. Вообще, статья. В этом году, 1 ноября, исполнилось 15 лет, как я начал служить миссионером в церкви, оставив светскую работу в университете. О, преподавателем был. Все эти года мое служение мирно сосуществовало с многими моими грехами и страстями. Ни мало ленью, ропотом на тяжелую долю, в кавычках, ни проповеди профессора Алексея Ильича Осипова, ни беседы отца Дмитрия Смирнова, ни лекции дьякона Андрея Кураева, ни проповеди наших священников не привели у меня в душе к такому обличению. И самое главное, к решительности искоренить страсти, грехи, лень и свою некомпетентность по многим вопросам в самом себе. А то вообще, вот его коснулось тут, да? Дальше. После моей по-тецки потерявку и принятия троекратного полного погружения произошли в моей личной религиозной жизни и в жизни моей семьи заметные благоприятные изменения. Ой, да спаси тебя, Господи, дорогой брат наш Максим. Мы так за тебя рады. Как я могу ненавидеть и критиковать в духе сам дурак моего обличителя? Самый лучший друг для человека именно его обличитель, ибо не ласки и комплименты друзей, но молчание в духе всех люблю, никого не осуждаю, в одно слово, не приводит к покаянию и изменению человека обличения. Аминь, аминь, аминь. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притча 19.20 Ненавидящим обличение идет по следам грешника, а боящийся Господа обратиться сердцем. Сирахов 21.7 Человек грешный уклоняется от обличения и находит извинения согласно желанию своему. Сирахов 32.19 Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший Ильи Лей, который не повредит голове моей. Псалом 145. Смотрю на деревенского старика, человек с высшим образованием, кандидатской степенью. Это он, про себя говорит. Обличенный должностью. Почему не делай всего того, что делает этот старик? Мне стыдно за свою лень, лукавство, отсутствие организаторских способностей. Вот тут я Максиму маленько по противоречию. Максим, я не старик. С этим я с одним словом никак не могу согласиться. Я не старик. Вот осталось тут 2 месяца или 3 месяца, мне будет 78. Но я все время с молодыми ребятами везде и такие дела делаю, встречаюсь, отвечаю. Я не старик. Вот когда нигде никому не нужен буду, как старики, знают туалет, там за стол, телевизор, вот все, треугольник у них. А у меня на это не уходит время-то. Дальше. Как хорошо обличенному показать раскаяние? Сирахов 22. Не скрою, мне требовалось немало времени, чтобы принять в себе лапкиновские обличения. Тяжело давалось принятие правды о себе самом. Вообще. Тяжело. Это вам тяжело. Так тяжело написать это, это сказать. Вот ты сумел бы так сказать, когда я тебя тут учил? Ну, считай дальше. Учись, Никита. Считай, что Игнатий Тихонович Лапкин самый лучший друг для русской православной церкви, ибо своими обличениями он приносит нам большую пользу. Мы нужден констатировать, что за 25 лет немало архиереев и священников превратились в самоуверенных и лицемерных наемников-владык, потерявших всякий страх Божий. И это очевидно не только для одного протодиакона Андрея Кураева. Другой вопрос. Чему, в конце концов, эти обличения приведут у самого Игнатия Лапкина? Да. Итак, неизвительный человек, я скажу, где прочитать. Евреям какие? 2.1.11. И продолжение следует. Это мы сейчас посмотрели где-то отдельно. Прочитайте, там где-то есть. Вот. Теперь я возвращаюсь снова сюда. И тут у него второй вот этот вот есть. Вот второй я ткну. Вот он теперь что? Ага. Чем неинтересен Игнатий Лапкин, почему его убьют, если не образумится? Часть третья. Мой ответ некомпетентным и лицемерным критикам Игнатия Лапкина. Ага. Третья статья в защиту облечения Игнатия Тихоновича Лапкина. Мой ответ и некомпетентным и лицемерным критикам Игнатия Лапкина. Некомпетентным и лицемерным. Что здесь дальше? Папа Потеряевский 77-летний Младостарец Талитарный гуру, еретик Хулитель православия и монашества Игнатий Тихонович Лапкин целует крест И руку митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия Иваникова После литургии в храме священномученика Нафима Некомедийского Потеряевки Ну даешь, Михаил Ой, Максим Не, 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 возьмут все это за основу Но ничего не сделать, дальше Данная статья и все последующие Материалы являются дополнением К данному разговору Ну и содержание он показывает, какое дальше Прежде чем осуждать кого-то Возьми его обувь и пройди его путь Попробуй его слезы Почувствуй его боль Наткнись на каждый камень, об который он споткнулся И только после этого говори Что ты знаешь, как правильно Что ты знаешь, как правильно жить Ну да Вот дальше он пишет Так, мой ответ некомпетентным и лицемерным критикам Игнатия Лапкина Некомпетентная критика обличения Игнатия Тихоновича Лапкина Дает мне повод поговорить об этике И психологии Апологетики, о подводных камнях Личного восприятия Многого из написанного сделано на своих же ошибках Это во-первых Ну и дальше он поясняет О ком так рассказывать и дальше Поэтому Поэтому, когда слышу сетвания Игнатия Тихоновича Лапкина Мол, они кого критикуют Они обо мне говорят О каком-то другом человеке Очень хорошо понимаю Вот так И дальше Если эстонский священник, который без благословения архиерея Уже не один год намеренно шарахается по сектантским сборищам И защищает идолопоклонников кришнаитов И почитает это за добродетель То почему бы мне не вступиться за православного проповедника Богатого многими добрыми делами И дальше он Вот это что было Содержание статьи Мы прочитаем то, что касается здесь Дальше Апостол Павел говорит Дальше он присутствует римлянам Какое место? 8, 28, 34 Приводит 2 Коринфянам 4, 5, 7 Дальше Так 2 Коринфянам 9, 8 И дальше Павел говорит 2 Коринфянам 10 глава с 1 по 13 стих Вообще чудо Чудо Статья выше всяких похвал Сколько можно учиться Читаю Притом места выделенные где здесь Ну Максим Обнимаю и крепко целую тебя И дальше римлянам Римлянам 7, 14, 24 И еще Галатам 13, 15 Ну и дальше он приводит И Николай Японский И тот, который есть Говорит Мы-то читали уже Места приводит тут где Просто прочитайте Посмотрите Кого обличать Как можно обличать Дальше В первой статье Особ подчеркнул Что одним из главных Пороков миссионера Является лицемерие Обличать сектантов Атеистов И иноверцев Нелицемерно Может и новоначальный христианин Который еще страдает От грехов плоти Ибо его обличение Касается вопроса веры А веры он придерживается правильной Все время Своит служение Старался придерживаться Принципа Не критиковать сектантов За личные грехи Ну да, дальше И дальше вот он просчитает И сколько мест Писания приводит Вот дальше говорит уже Так Вот теперь Вопросе Вопросе же обличения Лжеучения иноверцев Сектантов И неверующих Толерантности Не проявлял И не проявляя сейчас Каждый год Как минимум два раза На меня пишут Вот следственный комитет И прокуратуру Требует меня привлечь Уголовной ответственности А миссионерский Апологетический проект К истине Запретить в России Моего увольнения Требуют не только сектанты Свои миряне Но и священники Ох Какая Какая пакость-то, а Ну а прежде чем Обличить Игнатия Лапкина Я должен вначале Обличить самого себя Как худого христианина И миссионера Потом своих священников И своего архиерея Вот тогда мне будет Право нелицемерно Обличать этого правопроведника Иначе О грехи И грехи моего Православия В кавычках Начнут вопить к небу И надо мной уже Совершится нечеловеческий суд А Божий И худо мне будет И дальше он приводит Какие места Матфея 7.2 Псалом 56.6 Да? Да И дальше что? Деяние 7.52 Так Ну и дальше тут Что он пишет? Именно поэтому Именно поэтому Не только поэтому Лично стараюсь придерживаться Нейтралитета В отношении к известным Миссионерам и проповедникам Ну понятно Он где говорит об этом Так Ну тут вот Отвечать придется Где? Перед Богом Дальше Лают на Лапкина Щенки И по возрасту И по делам И дальше что тут? Что не бросается Глаза Так это то Что Лапкина Бросились обличать Щенки И по возрасту Некоторые годятся Ему во внуки И по делам Все они сделали За свою жизнь Не сделали Не сделали За свою жизнь Даже 5% От того Что сделал Для проповеди Евангелия Миссии И катехизации Игнат Тихонович Лапкин Один проповедник Безбашенной Уличной миссии Учится в Томской Духовной семинарии Другой За последний год Не написал Ни одной проповеднической И миссионерской статьи И может На полгода Забросить Епархиальный Миссионерский сайт Третий Хоть и начал писать Но качество статей Желает лучшего Правда Есть еще один Подающий надежды Молодой Палагет И диакон Из Новосибирска Да их В обойме Еще обличитель И подозрительно Мутный Истинный РПЦЗ Непонятно Что тут дальше Какой-то кто-то Еще нападает Дальше Наглая попытка Бесталантной Молодежи Не имеющей пока Еще достаточно Багажа добрых дел Самоутвердиться На критике Старшего мужчины Превосходящего Их по талантам И делам Для меня Хороший повод Вспомнить Мою любимую тему О подкаблучниках И дальше Вот это вот он говорит Как они дальше Хочу обратить внимание Как они обличают Лапкина Нагло и дерзко Без уважения К его возрасту Будь то Антон Дулевич Который по скайпу Разговаривал дерзко И постоянно Перебивал собеседника Будь то Ерей Сергей Дудин Создатель канала Обличитель Лапкина Который просто Насмехается В роликах На человеком Который его старшего Два раза Видишь как Вот Бог дает помощь Откуда Так Игнатий Тихонович Недавно рассказал Что Дулевич По возрасту Внук Лапкину Вот так связался С ним Ну А Ну ты Не Юли И это Руководитель Миссионерского отдела Козырьской епархии И он Учится Учится В Томской Духовной семинарии Почему Среди людей Считающих себя Последователями Отца Данила Сысова Так много наглохамов Абсолютно правильно Как-то вот Этот Сарионов АНТО вышел Это ужас Когда мы расстались А оно не выключилось Они меня не верят Еще разговор Весь слышат Ой-ой-ой Хулиганье Настоящее Хулиганы У адекватного Апологета Должен быть Возрастной Профессиональный Барьер После которого Он может получить Право Нелицимерно Обличать Некоторых Людей Нужно Достигнуть Возраста Не более Не более 15 лет Разницы Компетенции Хотя бы 50% И совокупность Дел хотя бы 30% Прежде чем Кидаться Обличать Ереси Осипова Смирнова Лапкина И тому подобных Дальше НТВ и компания Посвящается Ссылка На злобу дня Дорости до того Да Что писай Хотя бы 50 Проповеднических Апологических Статей В год Дорости до того Чтобы было Издано Две твои книги Чтобы обращенные Тобой Сектанты Стали православными Священниками Дорости до того Чтобы твои Евангельские часы Смотрели Минимум Тысячу человек Дорости бы Хотя бы В 50 лет Ну как Бог даст Жизнь Тут конечно А что это означает Смотрело Тысячу человек Просмотров А? Ну наверное да У нас то смотрело Наверное больше Да? Ну значит Мы же каждое утро Смотрим Сука там просмотров Да А вот отношения Глаза закатил Глаза закатил Один из них А этот Глаза не видел Меня никогда Я говорит Его видел Я его знаю У него два УАЗика Он говорит Ездит на них С собой Съемочная группа Ну ничего не знают Он безбожник Этот Алексей Самсонов Совершенно не видел Не знает Ты глазом не моргнуть Да кто ж слушает Да какая там Литургия Я понять не могу И что они дальше В ручьем прямом эфире Священники вызывают Удручающее состояние Лжесвидетель Не останется Ненаказанным И кто говорит Ложь не спасется Притча 19.5 Посеяв ложь Участники Нагородили еще Нагородили еще Больше лжи В которой они обвиняли Лапкина Обличая Лапкина Что он мол Отвергает Твотатическое Предание Предание Ерея Алексея Самсонов Ерея Сергея Дудин И Александр Раков Договорились до безумия Что соблюдение Святоотеческих канонов Вселенский собор И тому подобное Не обязательно Они устарели Или касались Только Палестины Промух И репиды Они служат Лишь для Дисциплинирования Верующих Отец Алексей Самсонов Фактически заявил Что каноны С благословения Епископа Можно им нарушать Отец Сергей Дудин Заявил Что епископ Не собор Семь епископов Сам Сам один Продуцирует С каноны Что в контексте Передачи Выглядит Что современные Русские епископы Могут самолично Решать Исполнять Или нарушать Каноны церкви Можно и раскольникам Брать эту передачу И показывать Что апостасия Поглотила Нашу церковь Поглотила Вопросов даже не ставит Вот списательный знак Абсолютно правильно В другом месте Абостистов не крестят А я как раз и говорил Что надо крестить А если у баптистов Все таинство Действительно Зачем тогда переходить С чего Несогласия Там случились Так Как можно Обличать Заблуждение Если не есть Неся слушателем Православного Радио Еще большее безумие Фактически Еще большее ересь Я не вижу мелких шрифтов Еще раз убеждаю Что стоит начать Лгать Не право на человека Но же свидетельствующий Лишается итога разума И что есть в нем Да Абсолютно правильно Бог лишил их разума И дальше Неблагодарность Как основа предательства Глупости и безумия На злобы дня При критическом анализе Той или иной секты Нужно очень тщательно готовиться Да Изучить максимальное количество материала Иначе мы даем повод К немалому количеству адептов Заявлять что попы Московской патриархии Лжецы Да еще оправдывают Каноническое беззаконие Себя самих и епископов И дальше Личная неприязнь Личные дефекты Восприятия Мышления и образования Ага Серьезным препятствием К объективной оценке Чьей-то деятельности Является Личная неприязнь Личные дефекты Восприятия Ну ладно Дальше прочитайте Он тут говорит Кто-то за меня заступался Тут Вот В статье В статье В ролике Автор грубо сравнивает Аскетический быт Лапкина Его жилье с бомжовским Это он Его там С Максимом Там Это я Это не то Ни другое Меня не касается Это к Максиму Все относится А они говорят Про медицину Тут что-то Вот Дальше еще О шаблонах Мышления Вот Дальше что Раз Расслушал Дальше Кто слышал Живую Кто слышал Живую Пророка Иоанна И вот дальше Поясняет За пророка И дальше Что такое Слово Избрание Искажение Восприятия От лишних Немощ Объекта Критики Вот так Посчитаем У любой монеты Есть две стороны Смелые Мужественные Мужчины Которые Могут Без страха Защитить Девушку От нескольких Хулиганов В быту Могут Демонстрировать Агрессивность И вспышчивость Кроткие Послушные Могут Оказаться Большими Лентями Лапкин Высшей степени Деятельный Трудолюбивый Человек Который Не может Находиться Без деятельности Однако Это раздражительная Часть его души Понуждающая Экспективность Рождает Высокую Эмоциональность И вспышчивость И не всегда Это удается Контролировать Подобное Имеют за собой Поэтому Чтобы не оказаться Лицемером Раздражительность При ответах Лапкина Воспринимают Как его Терпимую Личную немощь Кто же Не имеет за собой Раздражительность И негневливость Вспомните Про наших Ахиереев Как они Орут на священников На богослужениях И в здании Епархии А то и могут Огреть кадилом Или сломать Голову И под дьякона Дикирий И трикирий Это две свящие И три у него А то как пишет Про этот дьякон И монахиню С лестницы спустить И наконец Мне импонируют Люди Которые пусть Эмоционально И жарко Обсуждают Вопросы веры Это значит Они не теплохладны Они ревностны Для них Это крайне важно И вот дальше пишет Про послицемерия Лживости Не дающая признать Правоту оппонента И вот пишет Что обличители Обличители Игнатия Ивановича Лапкина В реальности Не его ересь Обличает Они защищают Себя Точнее Своё беззаконие Лень и компетентность Право быть Бесталанным Абсолютно Я говорю Они бесталанные Они завистники Что значит Признать Правоту Лапкина Что Это признать Что вся твоя жизнь Это по сути Жизнь беззакония О Если я от этого Не отстану Убьют меня они Оба священника Обличителя Рукоположены Раньше 30 лет В Иерее Вопреки 14 правилу 6-го Вселенского Собора И приводят правила То есть Они не священники Зонара говорит Они не священники На кресты Это зря надели Дальше Практически все священники Епископа Русской Православной Церкви Рукоположены Ранее 30 лет И священно действуют Против решения Вселенского Собора А еще С ведома Епископов Служат священниками Пьяницы Блудники Садомиты Двоеженцы Что является Попиранием Не только каноном Но и слово Постала Павла С утекающей Анафемой И для священника Или епископа Ну и дальше Приводят Дальше Признать правоту Лапкина Означать что? Это признать Что годами у нас Крестили Кроплением Без оглашения За мзду Миллионы людей Ну вот поэтому Если я не изменюсь Если я не Ну буду такой То они меня Ухлешат где-то Вот об этом и говорит Но я не могу От этого отстать Буду говорить Что крестят неправильно Так Диакон Артемий Сильвестров В своей статье О соблазне перекрещивания Указал На 1990 Года По 2000-е годы В Новосибирске И Новосибирской области Приняли крещение Около 1 миллиона человек В Новосибирской области Сейчас около 170 храмов Если допустить Что в воскресный день В них собирается Средним 300 человек Что для деревенских храмов Несмысленное количество То количество верующих Штущих заповедь Шти день субботни Окажется Около 50 человек Отец Артемий Где 990 тысяч Где 950 тысяч Которых ты покрестил И вот дальше Все это Он об этом говорит Миллионы Подсчитывает Это все надо считать Я сегодня Это не буду Тут дальше Вот И дальше Евгения Цепенникова Приводит Вот я данные Привожу И он это все берет Мы когда-то Переписывались С Максимом Хорошая переписка была Воина Лукаи Ценецкий Что говорит Ну и так далее Зайдите Посмотрите Вот что если Я говорю Хула на монаше То он разбирает Никакой хулы и нету О чем они Особенно О чем говорят еще Они о мощахе И об этом он говорит Как раз Слова человека Он по совокупности Все разбирает С чем Лапкин Зомбирует людей И сам вот он стоит Всем зомбирует Все Считай Зомбирует тем Что он мужик С большой буквы Умный Волевой Аскетичный В высшей степени Работящий Руки поставлены По циркулю И вырастут В правильном месте Человек Больших талантов Хулиган Воин Он обладает Всеми качествами Настоящего мужчины Как это не может Привлекать к себе А кто вы Его критики Тряпки Подкаблучники Интересная женщина Потому что Женоугодники Я не могу сказать Пять с плюсом С плюсом С большим плюсом И дальше Честно признайтесь себе Что вы не интересны Юношам Вы не интересны Мужчинам Вы не воины Ваше православие Это бабье Басинное Первое Тимофе 4.7 Православие Всех люблю Никого не осуждаю Одним словом Подкаблучники Обвиняют Община Лапкина Это тоталитарная Секта Вы глаза Сзади Поднимите И посмотрите Как Кавычках Папа Потеряйский Тоталитарный Гуру И глава Тоталитарной Секты Строит Платину Этим летом И осенью Полмиллиона Денег Благотворителей Этот тоталитарный Гуру Закопал землю Да В какой тоталитарной Секте Это было Чтобы гуру Гуру Ходящий Как бомж И живущий В нищенском доме Закопал ради Своих адептов Сотни тысяч Землю И кто В его тоталитарной Секте Работал на платине Летом И осенью 2015 года Сам тоталитарный Гуру И три его Блаженных Сотоварища Сотоварища Промас Блаженные Сотоварищи Ни одного Жителя потерявки Ни одного Если это Тоталитарная Секта То Лапкин Во-первых Собрал бы Деньги С общины Во-вторых Всех заставил Работать на ней Ой-ой-ой Это строим Шалаш А вот Платину Тоталитарный Гуру С Лапкин С двумя Зомбированными Своими рабами Владимиром И Никитой Строят Осенью Спуск плотины Злобный Властный Старик Закопал На храмах Которые Три Которые Купаются Четыре Костровый Пять И южный Шесть Шесть Прудов И дороги Еще сколько Сделано Дороги Одна дорога Щебенка Обошлась Почти Триста Миллион 1270 Кажется Вот так Что Так Почему До сих пор Не купил Квартиру Израиля Как некоторые Наши Архипастеры Где при этом Его рабы Живущие Потерявки Почему Он не согнал На работу Всю деревню Ай Ай Дальше Вы посмотрите Собрание В общине Барнаула Где В какой Епархии В каком Приходе Наши Типа Нетоталитарной Православной Церкви Могли спорить С настоятелем Или епископом Вы посмотрите Как ему Перечит люди Как не соглашаются Разве это возможно И тоталитарной Секте Где все Зомбированы В этой Тоталитарной Секте Приходом Управляет Вполне Реальный Приходской Совет Что просто Немыслимо Для большинства Приходов Оплота Православия Русско-Православной Церкви Московского Патриархата Аминь Аминь Более того Последнее нововведение У нас Наделили Епископа Колоссальной Властью Над приходами Более того В городах Многие Крупные Денежные Храмы Управляются Архиереями А приходской Совет Не более Чем фикция Разве Это не Видят Его Обличители Лицемеры Уже Если Где Есть Тоталитаризм В избытке Так Это В современной Русско-Православной Церкви Аминь Разве Это не Видят Его Обличители Лицемеры Уже Если Где Есть Тоталитаризм В избытке Так Это В современной Русско-Православной Церкви Вот Недавно Протодиакон Андрей Кураев Опубликовал Анкету Для священников Ну и дальше Анкета Его Тут Нас Не касается Дворкин Тут Что-то Подводил Такое А теперь Сектантов Обвиняли А теперь У самих Такое же Есть Так Избран Теперь Про избрание Он доказывает А если Ты не избран То ты Никто Главный Всех Те адепты Изучают Его Вручение Его версию Православия И дальше Что он говорит Безумные Так Безумные Люди Так Узверждающие Вы посмотрите Что читают На проповедях В храмах Общепотерявки Барнаула Эти ролики Выложены Вместо Проповедей Священника Читают Чаще всего Святителя Иона Златоуста Или иногда Иона Кронштадтского Да Что читают На собраниях После богослужения Разве Его книги Коих около В сорока Хоть и не Лежат на столах Но люди Читают Священное Писание С толкованиями Блаженного Фефилакта Болгарского Да Так Это было Уже В книге Игнатий Тихонович Главный Гуру Татаритарной Секте Лапкина Святитель Ион Златоуст И блаженный Фефилак Болгарский Вот главный Гуру Да Дальше Конечно На собраниях Игнатий Тихонович Лапкин Вставляет свое слово Его действительно Интересно Слушать 77 лет Человеку Огромный Жизненный Проповеднический Опыт Эрудиция По сравнению С ним Большинство Священников Семинарских Троечников Это Блеклые Невыразительные Скучные Ограниченные Проповеди Люди Горькая Правда Дальше О мерзости Запустения В православных Храмах Какие проповеди Он все это говорит Я за каждым Словом могу Сказать только Аминь И аминь И приводит Места Писания Чтобы Так Столько мест Священного Писания Эти руки Целовать можно И опять Это приводит Теперь что Немало Архиереев И священников Как жители Изумрудного Города Надели Надели на себя Зеленые очки И снимать их Не желают Между тем Мы Мы За 25 лет Своего возрождения В кавычках Запачкали Святое православие Из себя Своим гноем И нечистотами Так что Немалое количество Людей Глядящих на нас Тошнит Неоднократно Наблюдая За беседами Лапкина С сектантами Его жесткие Обличения Становятся Подобны Сильному душу Который смывает С нас Наш гной И нечистоты Показывает Показывает Сектантам Чистое православие Каким оно Должно быть И люди Обращаются Да И этот Хулитель Русско-православная Церковь Московская Патерахата Куда направляет Людей В свою секту В РПЦЗ К нам К нам же Хулимам И направляет К нам К нам Им же Хулимам И направляет Мыслимо ли это В том случае Если бы его целью Было оболгать И похулить РПЦМП И дальше Николай Косаткин Хорошо Против строительства Храмов То есть Мои обвинения Хулим Монашества Якобы Хулана Святых Хулана Богородицу Отношения к Святому Поясу К постам Сомнения Притворения И все Низкий поклон Тебе Максим Валерьевич Все на этом Благодарю Слава Иисусу Христу Всего то Так